Добрый день, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Канал о поиске монет и разных артефактов. Но, также канал просто о жизни. И все, что с ней связано. Я уже говорил не раз, я из деревни. А какие веселья в деревне? Пол деревни бухает, а пол деревни вкалывает на земле. Как есть пословица. В деревне тот богатый, кто горбатый. Итак, данное видео будет не о мотоблоке. У меня их было много. А о комплекте для посадки картофеля. Он цепляется вот сюда. Раньше я картофель садил с помощью лопаты. Потом разных мотоблоков. И садил по старинке, как и все на мотоблоке. Сейчас покажу, чем. Садил вот таким вот ралом. Сделал все сам. Но были разные мотоблоки. Так что крепление переделывал. Вот эти уши на болтах. Можно сделать шире, уже. Было изначально, но потом я их приварил. Так как и так достаточно широко и глубоко. Получается вот такая вот штучка. Такое рало. Достаточно крепкое. Вот видите, болты. Можно сделать шире, уже. Уши гулять и больше. Я их обрезал, приварил. Вот здесь видно, потому что такие большие не нужны. Копал картошку вот таким. Насадка такого плана называется дельфин. Но делаю ее сам. Вот видите, здесь так. И здесь так. Это из машинки для стирки старой. Знаете, такие были два колесчатка резиновые. Приварил к такому болту, не помню уже. И вот такая сцепка у меня получилась. Вот так я садил. Этим садил, этим выбирал. Но хотелось, как у людей. Купил я себе вот такой вот комплект для картофеля. Уже его собрал. Покажу разобранный. Это я уже усилил. Так как показалось мне очень оно слабое. Попробовал я им садить в том году. И сейчас скажу, какие у меня есть впечатления. Здесь я переварил. Потому что было так всяк приварено. 36-е диски стоят. Диски на подшипниках. Вот так тут все приварено. Да, он ушел без вот этого вот крепления. Была самая пластина, потому что шел как универсальный. То есть, какой у вас палец какой у вас там стоит. Вы привариваете трубочку. Все это я сделал. Как бы неплохо. Должно работать в теории. А что на самом деле получилось, сейчас я вам покажу. Вот такой вот данный комплект для посадки картофеля. Покупался в интернет-магазине. Не буду говорить каком. Чтобы не было ни рекламы, ни антирекламы. Что у нас входит в комплект. Два диска. Диски на подшипниках. Закрытые подшипники. Диски 36-е. Вот. Видно. Чтобы собрать данный комплект, понадобится два ключа. 17-19 рожковые. 19-22. С другой стороны у нас. Вот так вот. Трубочка. Тройка, наверное. Вот. Вот так все. Обварено. Это единственное место, где хорошо приварено. Все остальное я варил заново. Вот гайки варивал. Сюда дал вот такую вот еще распорочку. Потому что здесь снизу опять же обварил. Потому что все было как холодец. Шло без вот этого вот. Так скажем прицепного. Потому что шел как универсальный. А какая у вас тут стоит притыка, никто не знает. Привалили себе какая у вас стоит. Я померял трубочку и вот так вот сделал. Да, данный комплект подходит только к тем мотоблокам, у которых руль поднимается. Потому что он поворотный. Я дальше покажу. Не принцип маятника, а поворотный. Если у вас тяжелый мотоблок, то такой принцип работы вам не подойдет. Потому что будет цепляться за руль. Вот такое у нас рало. Размеры я если не забуду, сниму. Тоже какое-то оно показалось уже очень живое. Еще варил такой вот усилитель. Ну и вот это вот болтик такой. Регулируете наклон. Туда, сюда. Дальше будет все понятно. Данный комплект не работал. Купил в прошлом году. Попробовал. Разочаровался и забросил. Садил как обычно. Обычным ралом. Сыпал окучником. Дальше видео не в этом. А как я буду это все делать, я покажу. Так что подписывайтесь. Какая проблема данного набора? В том, что вот это все вот так вот. Все это холодец. Как-то оно все здесь сварено так. Проблема его в том, что его делали люди. Те, которые никогда не работали на земле. На бумаге это может все хорошо и прикольно. А в жизни это не работает. Почему? Потому что вот из-за этого люфта. Не знаю, там на валу, на подшипниках он. На чем он там стоит. Вот этот орал все время уходит вправо или влево. Вот так вот. Змейкой. Как вол. Ну вы знаете, что он сделал. То есть контролировать процесс невозможно. Все рядочки у вас будут кривые. Я обрабатывал землю и три раза, и четыре фрезой, чтобы была очень пухкая. Все равно. У нас чернозем. Тяжелый грунт. И это не работает. Вот видите. Не знаю, может переделаю. Но увидел в видео о роликах. Чуток другой принцип. Там все плотно. Никаких вот таких вот движений, телодвижений нет. Там все работает. Это даже чтобы повернуть. Я вам покажу в видео. Это не очень так легко, как показано. Из-за того, что это все вот так вот. Вот видите. Сейчас. Вот. Зазор больше и меньше. Это все становится наперекосяк. Закусывает и не поворачивается. Так это же туда еще не попало ни земля, ни что. То есть это не работает. Все мои видео, чтобы вы были в курсе и не лоханулись так, как я. Что я буду с ним делать, я не знаю. Может быть переделаю, а может быть к чему-то приспособлю. Но этим работать невозможно. Так, сейчас скрутим, прицепим к мотоблоку и покажем, как это все в действии. Ну, в смысле, на пальцах сегодня работать не буду, так как еще рано земля мокрая. Смотрим дальше. Итак, вот так он у нас устанавливается. Палец вытащил, все вставил. Изначально, с чем столкнулся, приварил далеко, был большой ход вот здесь. Пришлось приварить такие вот два ограничителя. Вот данный рычаг стоит, как-то так сделано не очень аккуратно. Это у нас поворотный механизм. То есть доходите до конца рядка, переворачиваете. Так у вас стоит снизу рала. Потом диски. Вы тот рядок, который бросили картошку, засыпаете. Это все в теории. Поворачивает это все вот такая вот пружина. Просто так одета. Наверное, она растянется и дальше будет работать плохо. Но данный комплект почти не работал. С чем столкнулся я? Делал спашку фрезой в два прохода и в три, в некоторых местах и в четыре. Но ничего не получилось. Почему? Потому что вот здесь я покажу очень большой люфт. Вот видите, здесь так как-то все сделано. Не очень. Вот так попробуем, чтобы поймал фокус. Вот с помощью такого механизма все фиксируется. Это все на практике как холодец. Не стоит оно достаточно плотно. Я покажу, о чем говорю. И вот этот вот рала, вот это, все норовит уехать вправо, влево. То есть процесс неконтролируемый. Выходит, каждый рядок живет своей жизнью. Потому я отказался от данной затеи. Буду ли его или переделывать, или разберу диски куда-то, использую в другое место. Засыпал рядки обычным окучником, который сделал для подгортания картофеля. Ими зарывал. Сразу прописал все рядки, бросил картошку, а потом засыпал. Одной рукой неудобно. Попробую. Вот так вы сделали борозну. Потом клацнули вот этот вот рычаг. И у вас эта вся конструкция вот так вот проворачивается. Руль надо поднять, потому что я не работал. Вот это так. В таком положении, чтобы не цеплялась. Это транспортировочный вариант. Приподняли. Везете. Потом опять вот эту ручку вверх. И проворачиваете дальше. Клац. Вот так вот. И должны вы все засыпать. Но. Вот смотрите какой здесь люфт. Вот видите. Вот я держу ровно. Оп. Кажется это чуть-чуть. Оп. Оп. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот. Смотрите. Оп. Оп. И вот этого хватает, чтобы процесс был неконтролируемый. Наверное там неправильно подточены подшипники или места под подшипники. Или я не знаю. Еще не разбирал. На более дорогих конструкциях видел. Никакого люфта здесь нет. А здесь вот так вот. Этот холодец. Вот это все. И работать невозможно. Потому что все крывокосо. Может если грунт бы был бы песок или там что-то помягче. А у нас чернозем. Так что это нереально. Вот такая вот чепуха. Сейчас посмотрим размеры этой конструкции. Без трубочки для крепления. Вот так у нас. 39 сантиметров. Так. Длина у нас полметра. Диски, как я уже говорил, 36 сантиметров. Но я не знаю, что еще померять. Вот. Померять само рало 21 сантиметр. От этого края до кончика почти 28. Вся стойка отнизу сюда 57. Может еще кому-то пригодится. Вот так у нас 20 сантиметров. Куры задрали. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Еще раз покажу сам механизм, крепление. Все как-то сделано так, на авось. Покупал в интернете. В интернете это как-то все далеко. Таких фото-видео нет. Все там у них работает прекрасно. Ну, не в земле, а просто они все поворачивают. Но в жизни это не работает так, как вы хотите. Сейчас я жалею, что купил данный комплект. Я бы мог его сделать сам. И намного качественнее и лучше. Но понадеялся. Вот вам и. Да, может кто спросит, почему нет щитков. Да, потому что вот здесь они стоят. Потому что я сделал колеса, чтобы окучивать картофель. Они больше 50 сантиметров в диаметре. Они щитки мешают. Чтобы не ставить раз в разом, я их снял и все. Но об этом будет другое видео. Видео по мотоблоку будет много. Так как приспособ я наделал много. Колес сделал только две пары. Эти что шли с ним резиновые. Потом поменьше. 30 с чем-то, чтобы садить картофель. Чтобы шел помедленнее. И большие, чтобы окучивать. Выбирать и все такое. Два слова о колесах. Вот такие колеса сделал сам. Одни и вторые. Не совсем это диаметр. Но 30 с шипом 37 где-то. Эти у нас 50 с шипом 58. С помощью больших окучиваю картофель и копаю. С помощью этих сажу. Сниму видео, как делал, из чего делал. Все в будущем. Так что подписывайтесь. Не пропустите. Колеса достаточно тяжелые. Чтобы вы видели. Вот такого вот металла. Здесь вот так вот. Пластина такая. Все сделано на совесть. Да. Все колеса у меня с полуосями. Чтобы не перекручивать. Так что, если видео понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кому не понравилось, пишите грозные комментарии. Видео буду стараться снимать часто. 4-5 раз в месяц. А может быть и больше. Планов много. Так что подписывайтесь. Не пропустите новые интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok